Вот все говорят, что в тех первых подъездах через него валил дым. И люди задыхались, шли выходили, когда надевали мокрые полотенца на себя даже в следующем рядом подъезде. А в первых и тем более. Но мы не задохнулись, у нас в пятый подъезд нормально. Мы хорошо спустились и все хорошо было. Ани Шкулепе повезло, в ее пятом подъезде задымленности не было. Очаг в основном находился в центре дома, где как раз и располагался кооператор Дона. Чувствовался только запах гари, но все равно пенсионерке было страшно. Я не растерялась так, что я ничего не знала, что мне надо брать. Просто на голое тело одела вот это вот и босиком в эти ботинки залезла. Мой муж взял ту самую наволочку и документы все собрал. Я-то нет. А он видел рано. Я говорю, а что ж ты меня не разбудил? Он говорит, я полтретьего проснулся, видел дым и стал собирать в наволочку все документы. Я говорю, а что ж ты мне не сказал? Я бы собралась и была бы собрана уже. А он то, что там дым был, да был. Несмотря на то, что задымления в подъезде Анны Шкулепы не было, под дверям стучали пожарные и выводили жильцов на улицу. А Людмилу Долгову из первого подъезда разбудила соседка. Как только она вышла на лестничную площадку, пожарные помогли спуститься вниз. Знаете, одели какой-то колпак с кислородом, и мальчик помог. Я когда вышла с квартиры, там вообще даже не видно. У меня в квартире на ту сторону все выходит. У меня было полностью задымление. Я на шестом этаже живу. Знаете, по вентиляции попало. Эвакуированных жильцов спасатели разместили в автобусах. Паники не было. Здесь живут в основном пожилые люди и знают друг друга давно. Поэтому, оказавшись в безопасности, даже устроили небольшую перекличку. В селе соседи вышли. В квартиры позволили зайти только в 7 утра. Сам пожар в кооператоре Дона начался ночью в 3.30. Горел потолок. Возгорание на площади 600 квадратных метров тушил 91 спасатель с помощью 27 единиц техники. Жертв удалось избежать. Кооператор Дона занимает почти весь первый этаж многоэтажки. Помещение полностью выгорело. Также пострадали кафе, магазин обуви и аптека. Не от огня. Пожарные пролили их водой. Из видимых повреждений это разбитое стекло в витрине, но его уже закрыли досками. Отсюда прохожим пришлось вытаскивать девушку до приезда пожарных. Она оказалась заблокирована в кафе. Комментарий от арендатора и собственника помещения. Кооператора Дона получить не удалось. Размер ущерба подсчитают через пару недель. И будут ли владельцы восстанавливать супермаркет, пока неизвестно. Но многие до сих пор помнят его как магазин с эксклюзивными товарами хорошего качества еще с советских времен. Что говорить о начале 80-х? Конечно, я был ребенком. Ну, что для ребенка важно? Это какое-то ситро. Да, то есть впервые появилась пепсикола. Что было для советского человека, советского ребенка абсолютно удивительным фактом. Да, мы покупали мальчишками, там, шоколадки. Все что угодно. Живательная резинка прибалтийская была только там. А тоже, в общем-то, для нас это была диковинка. Много чего интересного было в кооператоре. Тогда, в начале 80-х, кооперация только появлялась в наших краях. Люди могли из городов и районов области предоставлять свои товары. Таким образом, выбор увеличивался. И это привлекало покупателей. Можно сказать, что кооператор был единственным крупным магазином, который не поменял название и адрес. А главное – качество и большой ассортимент советских времен. Магазин даже увековечили в кино. В Ростове в 83-м году снимался фильм из жизни начальника уголовного розыска с участием Леонида Филатова и Кирилла Лаврова в главных ролях. Вывеска кооператора Дона несколько раз появляется в фильме «За окном автомобиля героя Леонида Филатова», который ехал в машине по центру города. А теперь расследование, но уже по причинам возникновения пожара проводят специалисты МЧС. Версий пока нет.